всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале самопознание тема сегодняшнего нашего расклада как я и обещала это прошлое магическое воплощение которое влияет на вас в этой в этом воплощении в этой жизни у меня был уже расклад если вы его не видели про прошлое отношения на одну позицию сегодня я хочу вас порадовать и сделать две позиции почему то что здесь тоже достаточно много вопросов бой да но на 2 в две позиции мы как-то уложимся и так два камешка зелененькие красненькие взяла специально так чтобы отличались первая позиция это зеленый камешек и вторая позиция это красный камешек наша задача не посмотреть кем вы были там в каком-то из прошлых своих воплощений какими способностями обладали то есть не в этом задача а задача посмотреть как именно то воплощение которое было в вашей жизни магическом она у вас было под магии я подразумеваю а любые способы взаимодействия именно с миром и с природой то есть магия это наука и искусство да как говорил кроли умения с помощью своей собственной воли взаимодействовать с природой поэтому в моем понимании магическое воплощение она так или иначе у вас было потому что не случайно вы находитесь на этом канале иначе вы были на каком-нибудь другом канале но она может выражаться как непосредственно через например взаимодействия с природой до напрямую понимание стихий понимания знаков это могут быть шаманы да как разновидность это могут быть ведьмы это могут быть религиозные люди да тоже в своем это тоже является одной из магических проявлений это умение взаимодействовать с элементарными и и и вот многое такое то есть такой разновидности да то есть способности и так я надеюсь я вам время дала вот мы с вами посмотрим итак позиция номер один зелененький камешек смотреть будем на тору темного света и на эпическом таро красный мы откладываем вторую позицию надеюсь вы загадали и мы с вами приступим первый вопрос чем вы занимались в прошлой жизни уточню прошлой жизнь это не сразу предыдущие то есть это не то допустим если мы сейчас живем в 21 веке да это допустим там 19 18 нет это может быть начало нашей эры это может быть любой периода это может быть любое воплощение но из всех воплощение в которых вы так или иначе проживали до которые очень большое количество может быть то есть это ни одно ни два ни пять это намного больше вот из всего вот этого вот количество ваших воплощений в каком-то вы занимались именно маги может быть несколько воплощений в которых вы занимались магией именно познание природы и одно из них очень сильно сейчас влияет на вас то есть вот те способности которые у вас там были тоже есть тот образ жизни который вы вели тогда он каким-то макаром когда моя мама до влияет на вас на ваше нынешнее воплощение вот это вот мы хотим посмотреть то есть увидеть связь чем вы занимались в той прошлой жизни хочется сказать вы были убиты до убили вы были убиты по справедливости так чем вы занимались знаете такое ощущение что не то что чем вы занимались а мне здесь сразу карта показывает до выпадает справедливость то есть вы как будто бы вот если в прямом смысле читать карты да то как они здесь именно картинки отображаются то вы были убиты как будто бы наказаны за то чем вы занимались для того чтобы произошло какое-то перерождение и вот здесь вот то здесь было какое-то наказание а чем именно вы занимаясь было что-то знаете ощущение того либо какие-то любовная магия я не проверила звук на надеюсь мне слышно ощущение того что либо какая-то вот знаете любовная магия до которой вы владели либо это было что-то связано с удовольствием до с наслаждением то есть вы занимались какими-то действиями которые напрямую а были на направлены на то чтобы хочется прямо сказать знаете вампирами энергетическими на ваше удовлетворение на покрытие каких-то ваших эмоциональных потребностей то есть вот именно яркие такие эмоции энергии вы от нее получали и поэтому это может быть связано вот почему-то идет да как-то с приворотами да здесь было такое может быть у вас было расставание сейчас минутку здесь дело в том что это воплощение она была в мужском виде может быть меня карта это навеяло но вот здесь вот энергия да хоть способности как-то кажется да вот такого рода они больше подходит женщинам но мне идет здесь знаете какая-то вот мужская энергия когда вы были брошены были покинуты либо к вам приходил категен таких людей которые расстались и то ли хотели вернуть своего человека да то ли хотели вот как-то новые отношения какие-то выстроить вот здесь вот вы как-то за это знаете еще и за эту работу получали деньги и вам как будто бы это нравилось здесь я не могу сказать что вот как будто бы добро причиняли да людям хотя в принципе но здесь предмет вашего взаимодействия он связан напрямую с чувствами с эмоциями здесь наоборот такая знаете вот ощущение некой такой наживы и ощущение некой такой собственной выгоды да вот все мне все мне какая-то вот такая вы знаете жадина как будто бы выта через что вы занимались да выка будто бы мстили за свою личную жизнь здесь ощущений того что ваша личная жизнь как мужчина не сложилась да то ли вас бросили то ли вас оставили и вот это вот месть оно как будто бы превратилась уже в профессиональную вашу деятельность в профессиональную в карточку да то есть к вам обращались люди для того чтобы как-то либо излечить до себя от болезненного расставания но здесь понимаете здесь не то чтобы ну вот я расстался да я хочу как-то восполнить свою эмоцию давай я пойду к этому человеку до психотерапевта до восстановлюсь потому что ну мне от этого плохо и я хочу что-то сделать не здесь не про это здесь было как раз таки про то что не уважалась воля другого человека второй половину словно говоря вашего клиента да и вот как будто вот насильно вот именно вот эти вот привороты заговоры вот все такое иногда даже вот здесь вот не идет такое да как будто бы некое насмешащее что ли над тем что вы могли внушать что-то другим людям знаете вот как гипноз и это было для каких-то вот сексуальных потех да то есть получить удовольствие да особенно если жертва была молодая такая девушка до невинная не то чтобы с девственными с детственницами нет а здесь было такое знаете когда она очень эмоциональная очень яркая но при этом она как-то сопротивлялась и вот вот это вот сопротивление вызывал у вас какой-то больше раздор да и вот прям вот хотелось ее починить вот здесь вот это вот минус заключался в том что я могу да и я починю вот здесь вот это вот сила она не в правильном русле было направлено то есть некое такое подчинение своим желанием в контексте эмоций сейчас я еще хочу посмотреть почему-то мне захотелось посмотреть да что здесь было но здесь было как-то остановлено развитие то есть дальнейшем не кажется здесь еще какое-то наказание было как ну парализовала что ли может быть это уже в достаточно поздним зрелом возрасте да но вот здесь вот это вот ваша сила любви и именно вот здесь были магические способны умение воздействовать до на другого человека через подавление его воли она была наказана да ну было пресечено и здесь вот это вот о чем да вот в этой жизни знаете как-то может быть у вас тоже семейной жизни не складывается либо в вами такое ощущение да как будто бы как будто бы пользуются тащение такое да для легких отношений ну хорошо ладно какими магическими способностями вы обладали давайте посмотрю на этой колоде какими магическими способностями вы обладали мы уже посмотрели здесь связано причем это вот причин это ваша была с неудовлетворенность и не сложившиеся ваши личные взаимоотношения там какими способностями вы обладали какими способностями человек может обладать по дьяволу знаете скажу вы обладали некой такой харизмой во-первых и силы у вас было вот это вот понимаете что такое харизма это проявление вот этой силой вашей внутренней до сексуальной вы умели обольщать вы были знаете вот здесь идет такое ощущение как уже как змей вот гимнотизирует эту мышь да то есть ему не интересно взять и сразу и схватить и съесть а здесь еще хочется поиграться да то есть как-то бдительность чтобы спала ваших жертвы и вот вам это нравилось то есть знаете вот так вот обольщать ее укращать и причем именно те жертвы которые каким-то образом вам сопротивлялись то есть вот это вот удовлетворением я сильный я могу я самоутверждаюсь не за счет слабого а за счет такого же сильного и вот здесь вот прям знаете вот это вот как будто бы вампиризм энергетический вот он присутствовал вы могли вы очень были терпеливы вот к чему я сказала метафору про змея и мышь вы знаете вот это вот терпение у вас способности было распутывать какие-то вот вы очень умным человеком были я же говорю то есть владели психологией прекрасно и пониманием души человека вы могли самые сложные какие-то запутанные ситуации распутывать с помощью терпения то есть у вас были навыки и способности и вот вы могли распутывать причем знаете как этот расследование какое-то до детективное какое-то вот что-то здесь расследованием не идет может быть вы брали за какие-то заговоры какие-то моменты здесь понимаете здесь вам нужно было не какой-то легкий приворот а либо какой-то ритуал а ну легкий такой простой а здесь вам нужно было много чего изучать да ощущение того что нужно было найти какие-то сложные ингредиенты для того чтобы например сделать зелье да то есть здесь надо было подпитывать себя сначала энергетически входить в нужное состояние такое достаточно сильное мощно то есть подготовка была ко всему этому чтобы сделать то зелье которое необходимо травы какие-то может быть найти сложно вот здесь вот умение во-первых терпение она у вас есть в этой жизни и а во вторых вот эти вы знаете сложный момент вот сложности да какие-то дороги какие-то сложные пути какие-то запутанные вот как будто бы распутывали и делали это достаточно легко да вот у вас было как как игра вот ощущение того что вы жизненный людей жизнь человека она для вас было ничто то есть здесь как будто бы какая-то вот гордыня проходит да то есть я очень много знаю я очень много умея и я неуважительно отношусь как будто бы к жизни другого человека вот как игра я могу с тобой играть и манипулировать здесь вот магические способности основанные на силе основанные на власти не знаете и какие-то иллюзии то есть вы могли создавать вот как иллюзионисты создавать такую знаете атмосферу играть со страхами то есть вы могли как-то обидумывать какие-то ситуации либо создавать что-то ну вот как иллюзионисты да прям во что человек верил но вот это как раз таки тоже вот это вот ложь она была вашей игрой вы были достаточно состоятельным человеком я не скажу что были знатным и богатым но вы не были бедным вы не нищенствовали да то есть и вот это вот знаете вот презрение к низшему какому-то сословию да типа кто вы и вот как будто человек зазнался да загордился вот здесь вот ваша горделивость да вот вы поплатили за нее и папа дьяволу может быть я не знаю даже если это игромания то вы выигрывали потому что вы были прекрасным манипулятором хорошо какая связь так это длина какая связь присутствует между прошлым воплощением и нынешним смотрите какая связь вот те магические ваши способности кстати там вы работали в одиночку там не было какого-то такого там ковина либо ордена либо еще что то нет вы работали в одиночку и связь ваша заключается в том что вот в этой жизни для того чтобы переродиться да во первых вам нужно было вот предугадывая вопросы да я скажу что вам нужно именно очищать очищать свою душу вот именно чистота намерения чистота побуждения вот в этой жизни для вас это очень важно во первых то влияние на этой жизни вот вы как будто бы знаете не то что борец за справедливость а именно ложь она вас вызывает как будто бы некую аллергию да вот именно все что вы делаете вы хотите делать это от души как будто бы вот очиститься да вот свою душу поэтому все ваши поступки они вы ищете как будто бы единение даст творцом то во что вы верите и ощущение чистоты она у вас присутствует не случайно потому что вот как будто бы знаете некая такая расплата зато на то есть отмыть условно говоря то здесь мы идем противоположность я отмываю то что я делала в прошлых воплощениях это один момент вторая связь у нас помогу то есть у вас продолжаются и остаются а вот эти вот способности до умения передавать словом использование слова может быть обучение опять таки влияния на людей малипуляции но вы уже здесь понимаете здесь вы как будто бы помогаете опять таки людям но не то есть раньше вы манипулировали людьми а сейчас вы наоборот не то что вы манипулируете а вы наоборот показываете людям какие есть манипуляции вы показываете людям как стать не знаете вот здесь вот общая цен тенденция того что уйти от своего животного происхождения от каких-то своих вот этих вот инстинктов рефлексов как-то возвыситься над ними да и стать действительно человеком разумно то есть включать уже больше какой-то вот духовности и чистоты не бояться а вот ваша задача в этой жизни как будто бы самостоятельно понимать где есть иллюзия а где есть реальности вы это можете сделать да и вот вести за собой людей показывает а то есть передавая им знания но опираясь на чистоту то есть здесь вы уже как будто бы исправляете дать ошибки тот опыт который был у вас прошлом в прошлом воплощении то есть здесь вы уже в это свое отношение к людям да как животным вы его трансформируете в то что вот это вот животное она внутри каждого человека как инстинкт и вот над ним надо возвыситься то есть не над другими людьми а над своими какими-то инстинктами это то что вы показываете и и также влияние именно знаете вот какое-то вот понимание как примирение что ли вот в этой жизни вы хотите соединять до примерять людей ну то есть показывать что нету смысла тянуть одеяло на себя до заниматься вот этим перетягиванием то есть когда ты находишься в гармонии с друг с другом от этого есть намного больше пользы нежели какое-то вот такое вот соперничество она не приводит ни к чему хорошим и то есть кубки были в том воплощение и в этом воплощение тоже также да есть то есть если в прошлом был дьявол то здесь выпадает у нас маг и его здесь вот влияние как раз ки такое ощущение на профессиональную вашу сферу то есть если там маг занимался больше как-то вот это была его профессия тоже народ деятельности но он как будто бы свои свои обиды да как я говорила выражал через то чем он занимался то здесь уже как-то вот больше профессиональная ваша сфера да то есть это не то в чем вы развиваетесь также умеете вести людей вы также сексуальны вы также обаятельны также умные также харизматичны то есть здесь вот это вот одну суть вашей души она не меняется только применение ее она есть то есть если раньше было как будто бы на на какое-то разделение да хотя вот вы делали допустим приворот но все равно это против воли другого человека да то есть все равно как будто бы разделяли здесь вот как будто вы это показываете наоборот то есть вы напрямую не делаете ничего такого чтобы соединить людей но вы им своим умением убеждать до используя свой голос используя слова может быть через письменность тренерство не знаю а через психологии психотерапии вот умеете соединять до людей то есть показывает что только именно в паре я не говорю про единство всего со всеми именно в паре на то есть вот вот здесь как-то опять-таки любовный аспект проходят да да и здесь именно вот вы как будто бы работаете с семейными парами до либо вот понимание что такое семья и здесь у вас была семья и и и здесь понимание да то есть десятка педаклей дважды такое ощущение что чем больше вы поможете другим людям в парах выстроить вот это вот знаете понимание как правильно скорее всего устраивать взаимоотношения это будет влиять на вашу личную жизнь да на насколько ваша семья будет крепкая так хорошо идем дальше какой общий сценарий прошлого магического воплощения вы продолжаете отыгрывать и в этом воплощении то что вы продолжаете делать что вы продолжаете делать да какой сценарий вот сценарий взаимоотношений да в паре двойка кубков именно гармония и любви все подвину так что не место хоть именно гармонии любви вот вы продолжаете да вот это вот направление личных взаимоотношений причем именно знаете вы продолжаете что именно делать на на своем пути когда вам становится страшно здесь карта говорит о том что по колесней чему не обращайте внимание на те страхи ли как бы какие-то внешние факторы которые вас будут сбивать вот здесь ощущение того чем большему количеству людей вы поможете в личных отношениях вот вы как будто бы отмываете почему-то не идет кто-то либо отмаливаете ваша личная жизнь не бойся вот это все идет вашу копилку да здесь будут какие-то внешние факторы которые будут у вас с вашего пути сбывать но вам говорят не бойтесь идите дальше вот прям продолжение любовных межличностных каких-то взаимоотношений либо это может быть вообще понимание общей энергии до между а как мужская и женская да как и и я то есть вот в этом направлении тоже можете если вы не работаете с людьми то по крайней мере вот это вот направление как именно слияние да вот этих вот двух противоположностей и либо направление отдачи и принятия вот вы вот это вот продолжаете то есть вот эту вот двойственность здесь идет вот именно мужская энергия и женская до активная и пассивная отдача принятия здесь вот это вот направление вы продолжаете что за сценарий именно из но сценарий познания да то есть вы продолжаете эту тематику изучать да то есть вы продолжаете понимать что чем если вы не будете этим заниматься да то это в некой степени ну атрофируется здесь у вас эта тема она будет достаточно такая актуальная наболевшая почему потому что это будет ваша зона комфорта вы не хотите выходить из нее и вот здесь вот обучение все обучение вашей жизни она будет проходить как-то либо через межличностные взаимоотношения либо если это профессиональная сфера но с уклоном на отношения вот здесь вот тема любви чувств она проходит да то здесь вот акцент именно на на это дальше что нужно отработать доработать изменить чтобы завершить цикл вот этих магических воплощений либо перейти на другой уровень что нужно отработать а здесь вы отрабатываете отшельника отшельник в эпическом таро говорит о том что перестаньте быть нуждающимся человеком как попрошай когда у всех и вот именно попрошайство не в материальном плане здесь вам показывается что вы должны вырасти духовное найти эту внутреннюю силу внутри себя таким образом чтобы не быть зависимым от того чтобы покрывать свои потребности за счет другого человека а вот здесь вот это вот духовное вам нужно отработать вырастить ну конечно если в прошлых отношениях да там были манипуляции сейчас вы примерно ту же тему попал ну продолжаете только уже в другом направлении да уже не не во вред большего влага во благо и вот это вот как раз ки понимание вот этого двойственности да и не я она и связана с тем что вы должны найти опору внутренней стержень для того чтобы это сделать вам нужно соединить да вот эти вот две противоположности которые есть внутри вас тогда у вас не будет вот вот эта потребность и да у кого-то просить во внешнем мире да дай мне любовь дай мне внимание дай мне еще что-то а у вас будет уже ну вот вы здесь вырасти должны отшельник это все-таки больше про личностное развитие развитие своей души и понимание вот здесь вот про это да про то что что нужно изменить либо завершить 2 доработать мы сказали да а вот изменить и завершить здесь как раз таки нужно используя свои вот эти вот знания да но только их нужно использовать во имя чего-то нового то есть идти в новое опираясь на свои знания опираясь на свой опыт это как раз и будет вашем развитии то есть не говорить о том что вот я допустим там изучила какую-то профессию все мне это больше не надо да я отрезаю начинаю как будто бы жизнь начала и вот забывая нет здесь наоборот вам нужно вот весь ваш накопленный опыт как в прошлых воплощениях так в этом воплощении как-то собирать и на основе этого создавать что-то новое опираться на логику опираться на знание опираться на нечто такое разумное не на чувствительный аспект а именно на разумность так что он поможет перейти на другой уровень ну то есть завершить вот как разки здесь и происходит завершение а поможет вам знаете что десятка книг в этой колоде нам говорит о том что когда пазл сложиться вот эти вот все частички пазла это проигрывание каких-то определенных ролей разными персонажами вот для того чтобы пазл сложился да вам нужно научиться понимать роли других людей и тогда ну то есть проще говоря вам нужно научиться быть на месте другого человека и смотреть тогда книга у вас история она с одной стороны завершится но тогда вы поймете что по факту вы продолжаете писать книгу да то есть допустим какая-то глава ее закрылась такое ощущение что вам придет некое понимание не потому что вы до чего-то дошли а потому что вы научились ставить себя на место других людей да и вот как в хорошие пьесе да где есть несколько актеров вы как будто вы можете проиграть роль руб любого из этих персонажей до актеров то есть вы можете встать на любое место проиграть эту роль и в конечном итоге что вам это дает общее понимание и видение то есть сферичное понимание допустим данной пьесы да когда я был на этом месте на этом и на этом и у меня уже есть полная информация вот сейчас я могу сложить мнение полностью и это связано как раз таки в контексте нашего расклада с тем что раньше допустим вы были тем человеком которые манипулировали управляли до использовали свою силу магию не в правильном русле то сейчас вы как будто бы до понимаете другую роль и в конечном итоге вы должны прийти к тому чтобы соединить да вот эти вот ваши понимания дай в меж личных сных отношениях например если мы говорим как пример до любовный треугольник да когда вы изменяете когда вам изменяют либо когда вы не можете определиться кого выбрать из двух то есть вот в этом треугольнике вы во всех ролях проиграете и тогда у вас конечном итоге сложится вот это вот понимание а почему да как чувствует себя в любом треугольнике каждый из персонажей и вы сможете сделать какой-то логический вывод и на основе этого уже не входить ну то есть вам история она будет закончена вам не нужна будет проигрывание вот этих вот любовных треугольников и вы поймете что сейчас я уже могу выставить нормальное отношение потому что я вот этот весь сценарий да со всех позиций я его уже отыграла то есть и это не является завершением а наоборот началом либо продолжением того что а теперь давай посмотрим как можно создать семью но это такой образный пример а чему вы должны научиться магии перемен вот магии перемен в контексте того что перемена это изменение это и есть и на самом деле сама магия вы выпадали маг в этом воплощении как персонаж который я говорил о том что он может строить и рушить то есть понимать да что есть иллюзия он создает понимает что здесь что-то не работать нету того совершенства которое мне нужно я разрушаю и начинаю заново то есть у меня не опускаются руки и вот эти вот изменения да я строю и разрушаю строя разрушаю вот эти вот изменения и а вот здесь вот выпадала у нас еще шестерка мечей говорящий о том что вы должны использовать свой прошлый опыт до для того чтобы находить новые решения вот это и является а вот этим вы и должны научиться то есть мы не отбрасываем прошлый опыт а мы его копим и на основе этого мы создаем что-то новое заново да не не что-то другое а заново но уже по-новому да вот этому вы должны научиться то есть постоянно менять виды изменять какие-то формы так это кто это грифон и и это вам нужно понять что вам нужно обязательно практиковать то есть еще одно подтверждение да здесь была четверка видакли а здесь грифон педакли который говорят грифон сфер который говорит о том что сфера сама себе по себе без каких-то либо применений да это блестящая стекляшка от него толку никакого нет только когда ты и начинаешь применять тогда ты что-то можешь узнать что ты можешь делать то есть по факту все должно происходить через какие-то действия да то есть нужно рисковать нужно что-то пробовать иначе вы ни к чему не придется то есть перемены приходят только к тем кто что-то рискует и что-то делает вот для вас очень важно действие на данный момент невозможно потому что вы очень разумные много думаете поэтому вам магия перемен да если так можно сказать она поможет если вы вот научитесь именно этому на что вам нужно обратить внимание вот опять выпадает отшельник отшельник и король кубков на прошлое так прекрасно вам нужно обратить внимание на прошлое каком в каком контексте именно на глубину всех своих знаний до через какой-то вот чувственный аспект то есть проще говоря сделать какие-то выводы на основе своего своих прошлых каких-то опытов есть не аннулировать его а именно проанализировать сделать верный опыт на основе тех знаний которыми вы владеете здесь вот ощущение того что пришло время на сесть собрать все свои мысли все свои идеи весь свой опыт проанализировать его да и вот на основе этого сделать правильный выбор вашего дальнейшего пути что придаст вам какую-то силу то есть ощущение того что были какие-то фрагменты вашей жизни до в этом воплощении и вот вам не хватает какая-то вот чтобы красной нитью все это вот на ней нанизать как-то знаете вот все эти бусинки вашего опыта собрать прекрасное такое колье чтобы повесить потом на себя да и вот она как будто бы придаст вам какую-то силу придаст вам какую-то мощь то есть познание себя она идет не через разрозненность да вот я просто проживаю что-то а именно в умение собирать и понимать каждый опыт в отдельности до своей жизни что он дает вам до кем вы становитесь как личность то есть вот этот вот опыт например в детстве да я здесь делать такой вывод вот этот вот этот а потом вот эти выводы все собираете и вы понимаете кем вы стали на самом деле вот это вот придаст вот вам вашу силу то есть ваши знания ваш опыт придаст вам вашу силу даст вам опору и вы сможете стать победителем да то есть вот ваша сила это не в каких-то способностях а именно в ваших знаниях жизни и ваших знаниях и понимания себя на то есть вот какая-то мудрость здесь речь идет о глубине а мудрости опознания и это даст вот на это вы будете опираться а то есть не просто на то что вы прожили а именно на сознание вот когда вы все соберете вы почувствуете внутри себя некую такую целостность и это целостность она даст вам силу двигаться дальше вот вы станете как будто бы победителем ощущение того что вы стали как этот как как человек боже как он называется благ по-русски который вообще никак как будто бы не умирай да но не то что он бесстрашно либо бессмертная он ну с ним ничего не может случиться я не помню как это слово называть вот что-то такое то есть такая некая уверенность внутренние да вот прям опора со мной ничего не может случиться ощущение того что до что вы прям вот как христос да по море можете пройти и не утонуть до либо выйти сухим из воды не потому что это хитрость а вот именно ваше внутреннее вот это вот состояние и влияние в принципе вы к этому идете то есть начиная с магического воплощения того да как вы взаимодействовали это влияет на ваше нынешнее воплощение для чего для того чтобы вы пришли именно к целостности и понимание себя и и обретение силы не просто знать и понимать себя а это должно вам что-то быть как-то полезно то есть одно дело когда знание но здесь для вас это уже быть опыт должны быть действия чтобы прийти именно вот к этому знаете ощущению какой-то внутренней мудрости и силы вот прям вот здесь вот такая вот мощь очень хорошая идет такая вот у нас с вами была первая позиция и зелененький камешек так часа соберу и мы перейдем с вами к позиция номер два и так мы с вами переходим к позиции номер два и красному камешку первый вопрос чем вы занимались прошлой жизни по моему по первой позиции часа так слову выровня по первой позиции я говорил о том что мы не рассматриваем в предыдущую прямо вот предыдущую жизнь да мы смотрим рассматриваем ту магическую жизнь которая имеет влияние на вас в этом воплощении то есть не любая а именно конкретное чем вы занимались той прошлой жизни знаете здесь ощущение того что вы как-то работали со смертью то ли возрождали вот книга мертвых до почему-то сразу мысль идет такая здесь было развитие развитие непосредственно может быть как-то вот еще и врачи были да но вот здесь вот ценность жизни она была очень важной а если мы говорим как-то про магические способности то здесь непосредственно все что было связано как-то со смертью либо вы были каким-то целителем на но именно они не просто людей а вот как будто бы предсмертные что ли может быть работали с духами и вытаскивали людей а условно говоря с того света вот с миром мертвых вы работали лестница вверх на лестнице вверх знаете вот ощущение того что как-то именно с ножом если бы это было это воплощение высказала как-то хирурги да но здесь вот именно как-то с ножом не может быть кто-то был шаманом она именно знаете вот риту ваших ритуалов были ножи кортики маленькие это не были мечи а это было холодное какое-то оружие именно острое режущие вы как будто бы пространство разрезали им вы познавали тело человеческое как-то знаете тело вот идет мне здесь вот именно как хирург который что-то разрезает что-то там зашивает с огнем вот как-то еще и со стихии огня вы работали вот возвращали как-то людей с прошлых из как-то и смерти те кто были на грани вот вы могли умели договариваться как-то с духами на здесь вы жили однозначно где-то на природе здесь стихия земли очень хорошо проходит на вот вы изучали все что связано какой-то здесь здесь идет лес здесь идет природа и вот вы как будто бы одни там живете то есть нету какого-то поселения рядом с вами сказать что это там город или еще что ли вот как к этим ехерь и боже как называется егерь вот не могла с вами человека который до в лесу вот вы как егеря вот здесь как-то так к вам приходили до к вам приходили еще как это магическое вот это вот да ну вы на этом зарабатывали до деньги это вот была ваша какая-то специализация непосредственно связанная со смертью вот вы работали как-то со смертью какими магическими способностями вы обладали вот вы с астралом вы как-то выходили в астрал в улучшении оттачивания какого-то своего мастерства на на уровне вот у вас хорошо развита было как-то воображение вот здесь вот вы чувствовали да вы чувствовали тонкий мир и здесь как-то так вот это что вот вы как будто бы держали баланс да здесь ощущение того что вы как будто бы жили ну допустим если вы были шаманом они магом как в первые позиции то вы как будто бы держали природу вот в каком-то поддерживали в каком-то балансе чтобы все было да вот вы как-то к природе были очень близки то есть вот изучение смерти она имела равновесие как жизни смерть вот вот это вот ваша качели вот все что вы познавали то есть вы любили жизнь и поэтому работали со смертью вот здесь вот культ смерти да как-то проходит то чем вы занимались вот с духами общались только потому что вы очень любили жизнь сны здесь проходит у меня как-то знаете ясно знание вещи сны здесь нету прорицательных способностей здесь у вас было именно вот как-то знаете вот вы входили в астрал именно со смертью работали да да императрица у нас про это говорит да то есть вот как-то зимнее время там где вы жили них они не жарко там было это не юг да скорее всего больше как-то к северу идет где очень много зелени хорошо вот ваши магические способности были связаны именно с потусторонним миром какая связь присутствует между прошлым тем воплощением и вашим нынешним король педагогизм он тоже дай выпадал король нет подал в другой позиции какая связь вот ваша связь до она идет опять таки по мечам да по энергии воздуха по разуму вы достаточно такой знаете справедливый человек но здесь энергия она холодная вот как королева как снежная королева вот здесь вот такое холодный разум и он связан с тем что там вы работали именно с астралом да а он ассоциируется с холодом до смерть он ассоциируется поэтому в этом воплощении у вас должен быть какой-то холодный рассудок и и иллюзии те которые были вот сновидения да если луна опять таки это тоже холод вот в том воплощении да вы как-то взаимодействовали как-то с культом луны то и смерти то в этом воплощении да вот это вот ваша холодность она приходит на холодность вашего разума то есть здесь идет ассоциация того что у вас должен быть холодный разум но вы там были иллюзии а здесь вот по девятке мечей в этой колоде говорит о том что ваши собственные мысли могут держать вас в плену то есть в этом воплощении вы знаете что вот там были иллюзии а здесь выходите ваши люди они выражаются именно в каких-то сценариях в голове ваших мыслях когда вы ходите как будто бы вот по кругу и вы становитесь какой-то момент заложниками рабами на своих каких-то суждений до своих каких-то мыслей убеждений то есть вот этот вот минус до вашего холодного рассудка заключается в том что вот вы как будто бы ходите по кругу знаете как будто вы накручиваете себя бывает такое очень часто залипаете в какие-то свои мысли да прям ну вот очень такое я не могу сказать что у вас хаос в голове до касательно мысли но он такой знаете вот вихрь который вас затягивает засасывает и вот вы думаете 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 и и уже уже не в немоготу да но вы как будто бы не можете избавиться вот это вот влияние того воплощение да вот вы становитесь знаете а иногда одержимыми каких-то своих мыслей каких-то своих желаний и а вот желание вот это вот все проконтролировать чтобы все было правильно и она посмотрите какая связь чтобы она было понятно очень важно было в прошлом воплощение когда вы входили в астрал не как-то знаете не не навредить да потому что здесь очень тонкая грань между жизнью и смертью то когда вы возвращали людей и вам нужно было контролировать да то есть вы должны были управлять собой и вот этот вот контроль он перешел сейчас только там это было вот именно вот это вот грань жизни и смерти но она была важна очень да то есть там любая ошибка она бы забрала у вас и вашу жизнь и вот этот навык либо как то вот способность влияния контроля она переросла в этой жизни и вот вы иногда становитесь настолько одержимы все крапа контролировать все просчитать все продумать что это вас затягивает да и вы не можете выйти на такое ощущение что вот я не могу отпустить контроль да я не могу а будто что-то делегировать вопрос недоверия не про доверие здесь вопрос вашей голове и здесь выпадает король педакли говорящая говорящий о то есть дракон сфер говорящий о о какой-то стабильности вот знаете вот контроль он у вас связан с какой-то вот уверенностью вашим до фундаментом то есть когда вы все можете просчитать у вас появляется какая-то опора под ногами это то на что вы опираетесь и вам становится спокойно вот ваш ум это ваша опора и причина того как каким вы стали да почему вас именно такой ум это связано с тем что было в том воплощение вы вы не имели права на ошибку и поэтому сейчас вы чрезмерно контролируете и где-то в какой-то степени теряете связь со своей душой то есть вы уходите слишком в рацию в рационализм и теряете связь да вы вы не рискуете вы вы боитесь этого сделать вы боитесь ошибиться вот вот это вот оттуда да то есть вы задаете внимание почему допустим я не могу сделать выбор мне сложно не потому что вы не можете сделать выбор потому что вы боитесь ошибиться вот это вот страх ошибки он идет оттуда так а какой общий сценарий прошлого магического воплощения которым мы рассматриваем да вы продолжаете отыгрывать и в этом воплощении на какой сценарий так сейчас попробую объяснить эту карту чтобы потом понять какой сценарий восьмерку кубков в этой колоде эпического таро говорит о том что все люди хотят жить в любви и все люди хотят жить тогда когда и желания исполняются но вот в этом счастье нету развития нету ценности и карта нам говорит о том что только тогда когда ты потеряешь любовь только тогда когда тебе станет больно только тогда ты сможешь понять что для тебя любовь то есть когда ты что-то потеряешь ты тогда начинаешь это ценить и здесь туз книг говорит о том что а это есть как будто бы твоим уроком написать твою личную книгу на твою жизнь то есть на основе вот вам вопрос ценности да вот вы изучаете что такое любовь что такое ценность любовь как ценность до либо реализации каких-то своих желаний своих каких-то потребностей но вот это вот познания она к вам не приходит просто так она приходит через какой-то опыт утраты то здесь вот вот то что допустим в прошлом воплощение до было там через смерть как-то вы взаимодействовали до с тонким планом в этом воплощении вы можете терять людей как прямом смысле так и в переносном вот вы их теряете и через это вы понимаете ну хорошо если допустим не смерть до вас разделяет а вы понимаете ценность самого вот этого вот чувствование любви да то есть вы как-то растете и развиваетесь через это то есть для того чтобы что-то понять до чему-то научиться вы должны пройти это через какую-то боль через утрату вот это вот ваш путь развития и вы то есть там возможно да было через смерть через утрату физическую а здесь именно возможно вот поскольку выпадает кубки либо это в личных как-то взаимоотношениях либо через чувствование то есть вам нужно что-то потерять и тогда вы поймете эту ценность вот утраты для вас они не случайны да и здесь выпадает туз кубков да здесь все-таки про личные взаимоотношения происходят через вот понимание любовь вот что такое любовь для вас да вы это поймете только когда много-много раз вас оставит когда вы почувствуете вот эту вот боль про то состояние когда вот это вот утрата они они случайны то есть даже когда человек уходит из вашей жизни вы у вас этот сценарий одержимости есть я должна все просчитать я его контролирую я его не отпускаю и вот здесь вот этот сценарий он вам говорит отпусти если это твое то есть не контролирует если это твое она придет и тогда она будет цены вот тогда это будет действительно любовью они то а ну не тот заменитель да не тот не то фейковое ощущение понимаете здесь о чем речь идет я очень надеюсь что вы понимаете потому что мне сложно выразить вот такие вот глубокие вещи которые здесь есть словами да вот вам вам через боль то есть иначе вы бы не поняли что значит любовь как ценность и здесь вот именно любовь она идет в контексте жизни то есть чтобы понять что такое жизнь да вам нужно условно говоря в прошлом воплощение магическом потерять ее дату чтобы понять что такое жизнь вы там занимались за культом смерти не потому что а там могут быть даже друиды не потому что вы не любили жизнь а наоборот потому что вы ее любили вы ее ценили и вы взаимодействовали со смертью да чтобы понять что такое жизнь а в этом воплощение на чтобы познать что такое любовь потому что это тоже час жизни либо ее основа вы теряете любовь то есть вам не нужно умирать а ваше вот это вот умирание то есть то что вы изучали там она проходит через утрату да через возможное расставание но здесь еще вот этот вот сценарий контроля тоже проходят а то что вот я вам говорил здесь как будто бы проверки периодически у вас проходит сложно так что нужно отработать либо доработать изменить чтобы завершить цикл вот этих вот магических воплощений вот этой цепочки перейти на другой уровень что нужно отработать потенциал свой раскрыть потенциал свой раскрыть как раз таки в единение в понимании что он раскроется когда вы какие-то при взаимодействии с другими людьми это первый момент да когда вы поймете какую-то свою многогранность то есть вы не будете смотреть на себя как на человека который у которого нету граней а вот когда вы научитесь в себе распознавать эти грани когда вы узнаете вот эту вот всю свою многогранность вы сможете понять в чем ваш потенциал то есть ваш потенциал он идет не послойно раскрывается а многогранно через оттачивание каких-то своих качеств а это внутри а внешне это может выражаться через взаимодействие с другими людьми когда вы понимаете что вот этот человек он является гранью чего-то и вот его качество до которые вы замечаете пусть это будет позитивно либо негативное это качество оно есть в вас и этот человек эти качества вас он приумножает для того чтобы вы их поняли поняли то есть самостоятельно как-то свои грани познать вы не можете вы можете их познать только через другого человека и когда к вам приходят разные люди ваша задача не отторгать их а вот жизнь она заключается именно в том что при взаимодействии с другими людьми вы понимаете что вот этот человек пришел для того чтобы какое-то мое качество до проявилась позитивно негативно абсолютно не имеет никакого значения она увеличивается рядом с каким-то человеком то есть какие-то наши качества может быть позитивные они проявляются рядом с другим человеком а какие-то негативные может они проявляются рядом с другим человеком вот чем больше людей вас окружает тем больше вы понимаете какие как каких качеств у вас скорее всего какие есть присутствует никакие больше меньше хорошие плохие а именно какие качества есть для того чтобы увидеть как эти качества можно применить в дальнейшем ну то есть изучить их соединить воедино и применить как потенциал вот вы узнаете себя да но и в данном случае коли это кубки вот именно чувствование да как что вы можете почувствовать да то есть даже нам конкретизирует именно через аспект чувствования на что вам нужно обратить внимание что с этим человеком я могу ощущать себя и чувствовать вот так с другим человеком я могу себя ощущать вот так то есть так вы познаете свой чувственный мир да с кем-то я могу гневаться с кем-то я могу быть спокойным а что вам нужно изменить вам нужно понять как раз таки под узлом мечей что мечи как а предмет до какой-то то есть истина здесь меч идет олицетворение с истиной истина она нейтральная но у каждого есть своя правда в зависимости от того как он этой истиной оперирует то есть нестина она нейтральная а моих руках я могу оперировать таким образом что я могу тебя ранить этой истины это будет моя правда руках другого человека истина будет может быть во благо да и он будет оперировать таким образом но это будет его правда естественно она одна правда у каждого она своя зависимость от того как он оперирует через какие-то через свой опыт через какие-то свои знания и вот вам нужно изменить мне вашу правду а уметь видеть истину то есть уметь видеть суть вещей и исходя из этого уже реагировать на разные моменты на основе вот общего понимать знаете когда вот вы понимаете что такое жизнь да допустим и и она есть во всем да она есть во всех предметах абсолютно органических неорганических и это есть и когда вы это понимаете да то есть в одинаково относитесь к людям к природе в животным чему-либо другого то есть ваше отношение к этой истины к этой сути она меняется понимаете вам не нужно что-то в себе менять а только именно взгляды ваше восприятие но она меняет только когда когда вы познаете суть и поэтому вот вам нужно изменить вот эти вот свои вас по свое вот это вот восприятие свои взгляды то есть не смотреть узконаправленно исходя из своих каких-то прав а увидеть как говорится всю подноготную да так какой а что нужно здесь чтобы перейти на другой уровень умеренность на здесь нужно уметь ждать но не пассивности а именно прислушиваться к себе я бы так сказал да своему какому-то внутренним на и 21 аркан завершить принять в себе все грани вот тот потенциал который у вас есть вам нужно будет принять себе эти грани но вы это сможете принять когда вы будете только спокойном состоянии а когда вы придете и найдете золотую середину внутри себя это золотая середина и есть та суть которых вам нужно понять здесь очень такой глубокий глубокая такая позиция мы не случайно вы в прошлой жизни да то в магическое влияние которое идет на вас да она была с очень глубокими ценностями так как жизнь и смерть очень важно чего вам нужно научиться вот всегда вторая третья позиция у меня почему-то учителя приходит начинает меня хвалить чему вам нужно научиться вам нужно научиться пониманию когда вам нужно действовать вот опять-таки смотрите жизни смерть до движения бездействия вот вам нужно научиться понимать когда нужно действовать а когда нет то есть вы запустили какой-то импульс и все и больше не вмешиваясь у вас же сценарий контроля присутствует ну то есть вам не нужно контролировать вам нужно понять что вы сделали все что вам нужно сделать и дальше отпускать вот это вот вам нужно научиться и не мешать процессу то есть какие-то процессы они должны сами происходить и вот здесь вот как раз таки то есть вы запустили вы совершили какие-то действия далее вы отпускаете контроль входите в умеренность в против состояния я слушаю себя да я нахожу вот это вот целостность и целостность то есть я понимаю суть самого процесса что нужно время чтобы ситуация вся как-то развернулась и не надо вам и вмешиваться не надо вмешиваться в эту ситуацию да то есть вы выбрали какой-то путь и далее вам нужно просто как-то знаете довериться и не вмешиваться потому что никто не знает изначально ну чем ситуация может закончиться то есть вы не можете все просчитать вот здесь о чем речь идет вам нужно научиться иногда отходить назад да вот семерка сфер краски говорит о том что ждать вам нужно научиться ждать но не ждать в пассивности до когда я ничего не делал а именно через понимание что я приложил все усилия на а теперь этот процесс должен как-то развиваться и я не имею права на него как-то повлиять потому что это будет не во благо да это будет не во благо мне это это вот это вот вмешательство она будет вредить вот надо уметь себя останавливать и не вредить так это я рукой могу не вредить самому себе вот это вам нужно научиться на что еще нужно обратить внимание семерка кубков вот семерка кубка в данном аркане она в данной колоде здесь вообще другие вот посмотрите какие-то картинки если виду чтобы не освечила она говорит о следующем и вам нужно вот когда вы входите вот в эту умеренность вам нужно научиться прислушиваться к своим потребностям суть семерки кубка в данном раскладе в данные колоде заключается в том что сколько бы кубков у вас не было до сколько бы достижений во жизни не было вам надо всегда смотреть во что-то новое то есть вам необходимо обновление вам необходимо развитие но развитие это будет как отклик на внутренний какой-то ваш зов а для этого вам нужно уметь слышать себя для этого вам нужно погружаться и когда вот отклик есть на что-то новое да что есть как раздражитель во внешнем нашем пространстве до идти в это и изучать потому что семерка кубков говорит о том что никогда не знаешь где что ты найдешь не что ты потеряешь а где что ты найдешь то есть иди во все новое пробуй и тем самым вот каждый раз когда ты обогащаешь себя ты обогащаешь свои знания ты приобретаешь дополнительный опыт и умение слышать то что тебе нужно потому что они не всегда есть отклик на что-то то есть не надо идти от головы а надо слушать себя и идти туда куда меня зовет и вот аркан смерти ну конечно дублируется да то есть не нужно застревать на нужно умеет слушать себя нужно уметь отпускать вот и в очередной раз здесь говорится до аркан смерти то есть не невозможно остановить вот этот вот цикл к некого к такого перерождения на что-то все равно должно заканчиваться и вот ваша мудрость заключается в том что что-то заканчивается что-то начинается умеете это отпускать умеете слушать то что вам необходимо не просто себя а а вот именно в турпотребность которая есть и идти за ней не бояться предостережение или чего делать не рекомендуется не включайте свой эгоизм а когда вы будете получать какие-то результаты то есть если вы научитесь терпеливо ждать то что нужно ну то есть не то что ждать они вмешиваться в какие-то процессы вы будете достигать успехов и вот здесь вот предостережение по башне вот в этой колоде башни знаете красивая она говорит о том что а здесь нужно изменить свое мировоззрение чего не рекомендуется до предостережения не зазнавайтесь то есть если вы хотите получить каких-то результатов во первых вам нужно изменить свое мировоззрение да прежде чем вы влюбитесь в тот результат да и будет им говорить себе о какой я молодец либо какая молодец я достиг этого да это все мои заслуги вот прежде чем вот хвастаться да и вот эту вот гордость проявлять по башне вам нужно изменить свое мировоззрение эта карта написана в пояснение да в этой колоде говорилось о том что прежде чем ты влюбишься в свое творение да нужно его разрушить иначе это творение разрушит себя то есть не нужно не возводи себе кумира а в данном случае не возводи себя в кумиры до изменить свое мировоззрение вот здесь вот это как раз ключом пересекается с арканом смерти да то есть постоянно меняйся и предостережение вы очень много работаете не забывайте об отдыхе почему не потому что вам необходимо расслабление а потому что иногда ответы и решения они приходят не тогда когда вы очень много работаете даже любимым делом когда вы становитесь одержимым а у вас и то есть когда наоборот вы расслабляетесь и отпускаете вот это вот вас как-то будет наполнять его душ или то есть когда вы отдыхаете да либо куда-то уезжаете желательно на природу вот именно природа и понятие жизни она будет давать вас вдохновлять на какие-то новые ваши достижения и вот здесь вот пятерка кубков опять-таки смотрите она говорит о том что не надо заменять какие-то свои утраты то что вы хотите да а суррогатом то есть если вы что-то потеряли не нужно стараться заменить это и заполнить эту пустоту иногда пустота должна быть да это тоже часть нас и не нужно торопиться заменять только из-за страха то есть не включаете страх это может быть любой сфере что вот допустим там теперь я один давай вот ну хотя бы с этим повстречаюсь нет не надо не надо торопиться не надо вам не нужен суррогат вы должны научиться жизнь это это про настоящее это не про фейковость то есть вам не нужно заменять что-то фейковость вам нужно научиться взаимодействовать с подлинниками вот здесь вот вот такая вот суть у нас такая вот у нас была вторая позиция нет я не хочу сейчас подумай какой карты все перекрою наверно вот зон мечей жду ваших комментариев у меня такое ощущение дает прям считывая что многие уже это была вторая позиция красный камешек предвкушали о том что здесь буду говорить каких-то там магические способности до колдовстве и так далее так далее а я каста рассказала что-то иначе ну вот своем формате да то есть многие кто-то здесь из вас разочаруется но на самом деле не все занимаются магией в этом воплощении да именно вот в прямом и и да так скажем понимание либо изучение да все-таки большинство людей обычно ориентированы как тогда сказать на быть да на просто на просто проживание поэтому понимание вот этих сценариев на самом деле оно важно то есть когда ты понимаешь откуда у тебя ноги растут то ты меняешь свое восприятие и твои действия изменяется как следствие меняется твоя жизнь не знаю почему не захотелось это сказать в общем я жду ваших комментариев на этой неделе в пятнице в пятницу у нас пятничная акция если вы хотите поучаствовать осталось два места в описании под этим видео есть ссылка на пятничную акцию посмотрите и потом присылать свою заявку мне на почту если вы хотите индивидуальный расклад в описании к этому видео выбирайте ссылку мои услуги все прочитаете и потом присылать мне на почту свою заявку жду ваших лайков дизлайков если вы еще не подписаны подписывайтесь нажимайте на колокольчик это вот прям необходимо необходимые вещи не вот и становитесь спонсором моего канала вместе мы будем развиваться как только наберется определенное количество спонсоров я обязательно начну делать такие очень интересные глубокие расклады на самопознание которые будут отличаться от обычных раскладов тем что мы будем вместе с вами работать и изучать это будут очень схожи с индивидуальными раскладами то есть это не будет общие расклады это очень важно вы многое себе можете узнать это моя собака а я с вами прощаюсь до пятницы пока пока